Странным образом, почти любая крупная IT-корпорация рано или поздно решает выйти на рынок транспорта с собственным продуктом. Очевидно, предполагается, что на поле высоких технологий ей точно удастся обыграть автомобильные концерны, а для восполнения недостающей компетенции всегда можно найти партнёра с необходимыми возможностями. На сей раз о себе напомнила китайская компания Байду. У нас это имя не слишком на слуху, однако с некоторой долей условности можно сказать, что у себя на родине это что-то вроде Гугла или Яндекса. Впервые о своём намерении покорять не только компьютеры и смартфоны, но и автобаны компания заявила почти 10 лет назад. Но теперь состоялась презентация серийной версии кроссовера Robo 01. Созданием машины IT-гигант занимался в соавторстве с Geely, хотя изначально были попытки найти общий язык с BMW и BYD. Для работы над проектом было создано SP G2 Auto, в котором 55% акций принадлежат Байду. И что же в результате? Перед нами среднеразмерный полноприводный кроссовер с 500-литровым багажником. Салон в духе времени. На передней панели расположился один огромный дисплей, а руль выполнен в форме штурвала с кнопками с обратной стороны. Кстати, пока Robo 01 был концептом, предполагалось, что штурвал будет убираться при переходе в режим автоматического пилотирования. Так ли это в серийной версии, неизвестно. Как неизвестны возможности автопилота на момент запуска автомобиля в серию. Довести систему до четвертого поколения разработчики планируют со временем. В любом случае, технический задел готов. На борту 12 камер, столько же ультразвуковых датчиков и 5 радаров. Но самое главное — это лежащие в основе системы два процессора калифорнийской компании NVIDIA, способные совершать 250 триллионов операций в секунду, каждый. Их возможностей хватает с запасом, но в эпоху непростых отношений между США и Китаем они же могут стать проблемой для азиатской корпорации. Другие же технические характеристики укладываются в неформальные электромобильные стандарты дня сегодняшнего. Пара электромоторов на каждой оси развивают 544 лошадиные силы. Разгон до 100 км в час занимает примерно 4 секунды. 100-киловаттную тяговую батарею поставляет китайская фирма CETL. Максимальная дальность хода без подзарядки — 600 км. Производство начнется в следующем году, причем первый тираж будет довольно скромным — всего 2000 машин. Цена каждого экземпляра в приветственной комплектации — примерно 55 тысяч долларов.